Аккуратные газоны, разнообразные кустарники и яркие цветники – вот так должны были выглядеть дворы по улице Радужной, по заверениям застройщика Сити 21 век. Но обещанной красотой жители домов наслаждались недолго. Здесь было непонятно что, то ли газоны, то ли не газоны, то ли кусты, не кусты. Ходили строители, все утаптывали. Мы выгоняли машины, парковались на газоне, когда пытались, здесь еще порядок наводили. И, к сожалению, управляющая компания запустила. Не было ухода, не было прикорма, местами он был с проплешинами. Испорченный газон управляющая компания не торопилась восстанавливать. И тогда сами жители взяли инициативу в свои руки. С разрешением управляющей компании, с согласованием агронома техстроя я занялась цветником нашего второго подъезда. Приходило очень много наших жителей нашего подъезда, и они тоже принимали активное участие. Причем на такой степени, что выходили с семьями, с детьми. Татьяна Ожегова и другие активные жители не первый год высаживают цветы и ухаживают за клумбами. Все это время совет дома не оставлял попыток достучаться до управляющей компании, чтобы те привели придомовую территорию в надлежащий вид. Недавно УКА все же согласилась заняться благоустройством. Но Татьяна и некоторые другие жители дома не верят, что клумбы сохранят, а за газоном будут ухаживать. Это и поделило жителей на два лагеря противников и сторонников благоустройства. Так кто же должен решать, каким образом благоустраивать придомовую территорию? Если это земля застройщика, значит надо разговаривать с застройщиком. Здесь мы застройщика обязательно никак не сможем. Если это муниципальная земля, значит 10 метров от отмозка дома отвечает управляющая компания. Не надо проводить никакое общее собрание собственников. Достаточно просто какую-то рабочую группу или председателя совета дома, которые будут взаимодействовать и выражать общее мнение, обращаясь управляющей компанией с просьбой высадить те или иные цветы. Словом, выход один. Жителям необходимо путем переговоров прийти к компромиссу. Мы понимаем, что есть жители, которым хочется с цветами и поухаживать к земле. И мы хотим в центре этого газона сделать клумбы. Какие-то, ну на что хватит фантазии и денег. Либо горки насыпать, либо просто огородить клумбы искусственным камнем. Благоустраивать свой двор также можно, присоединившись к ежегодным акциям «Лес победы» и «Посади свое дерево», которые проходят весной и осенью соответственно. Для этого достаточно советам домов обратиться в администрацию муниципалитета и указать необходимые виды растений и места, куда планируется их высадить. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. ВиднетВ. Редактор субтитров А.Семкин